Девушки отдыхают Полный шабаш творится Своим решением ввести войска Или каким-то образом привлечь Военных к решению этой проблемы Вот по этому поводу Да Значит По этому поводу существует два закона У нас Ну как бы так сказать Мы нация закона Должны быть по крайней мере республиканцы Это те люди которые пытаются эти законы поддерживать И поэтому мы должны действовать В рамках законности Значит есть закон Который называется Посе комитатус акт Который звучит приблизительно Следующим образом Что федералы Они имеют право Командовать армией То есть федеральная власть Но эта армия может использоваться Исключительно на границах И от границы снаружи То есть на территории других стран При войнах, защите государства И тому подобное Которые мы ведем С другими странами И не имеет права Держать, вводить Не держать Имеется в физической Тренировать и прочее Но заниматься тем Чтобы не вмешиваться С помощью армии Во внутренние дела Суверенных штатов Если помните У нас все штаты суверенны Но с другой стороны В 1806 году А довольно давно уже Правильно Возник Такая ситуация Что Местная власть Не может справиться С некими волнениями Которые расценивались Как бунты И попытка Свежения власти Вместо того Чтобы свергать власть Законным путем Кто-то собрался Свергать ее С помощью оружия И таким образом Возникла необходимость Местная власть Сама с помощью полиции Национальной гвардии Не могла справиться С этим То Было принято решение И потом закон Соответственно Который Как же он назывался Я вспомню Я скажу Который С 1806 года Несколько раз изменялся Дополнялся И вот У меня сейчас есть Текст Я перевел Специально Для нашей передачи Этого закона А как он сейчас Звучит Значит Если Я прошу прощения Если Президент Считает Что на территории США Происходят Незаконные действия Приводящие К жертвам Или восстание Против власти Соединенных Штатов И это Значит Делает Невозможным Обеспечение Соблюдения Законов Соединенных Штатов Ну как Нормальным образом Входит там написано Нормального судебного Разбирательства То есть Кому что-то не нравится Он идет в суд Или идет Переизбирать Кого-то И тому подобное То Тогда Президент Президент Может Использовать Национальную гвардию Использовать Вооруженные силы Таким образом Как он считает Необходимым Для обеспечения Соблюдения Этих самых законов Или для Подавления Мятежа Значит Я извиняюсь За вольный перевод С английского языка Я пытался Сказать Юридические понятия Перевести Более-менее Нормальным Понятным языком Значит Что все это значит Что если Местная власть Не справляется И если Продолжаются Действия Которые угрожают Жизни Имущества Населения Или Ну скажем Свержению Законно избранной Закона Или власти Да Принятых законов Или избранной власти Тогда президент Имеет право И т.д Теперь я хочу Отметить Что Вот в этом законе Есть Определенная Этапность Это не то Что президент Проснулся Услышал Что где-то В каком-то городе Что-то происходит Он распорядился Сюда полетели Бомбардировщики И вошли танки Значит Есть Необходимость Того Чтобы Что-то Происходит Что с точки Верения Президента И Ведеральной Власти Является Отвечающим Вот этому Закону То есть Сступают Их права Они должны Посмотреть Могут ли Местные Власти Справиться С этим Если Местные Власти Там Городская Полиция И прочее Не могут То президент Должен Помочь Инициировать Или Сконтактироваться С губернатором И Как бы Подтолкнуть Его Если Нерешительно В чем-то Ввести Национальную Гвардию Которую Имеют Право Вводить Штаты Губернаторы Штатов И только В том Случае Если И та И другая Попытка Не Дали Результатов И вот Те действия Которые Необходимо Прекращать Они Продолжаются И есть Опасность Как Имуществу Так и Жизни Граждан Так и Тому Что Законность Будет Нарушена Свергнута Как написано В этом Законе Вот Тогда Президент Имеет Право И тому Подобное Значит С 1806 Года Как минимум Два Может даже Три десятка Раз Этот закон Использовался Где-то После В 60-х Годах Решили Что они Не будут Так После Всех Движений За гражданские Права И тому Подобное Люди Которые Бороли За гражданские Права Боялись Что против Них Будут Применять Власть Власть Будет Применять Федеральную Армию И как Была Договоренность Достигнута С Белым Домом Что Не будет Использоваться Этот закон Особенно Если И прочее Но В 1992 Если Не ошибаюсь Году Когда Родни Кинг Был Суд Над Четырьмя Полицейскими Которые Избивали Его И Их Оправдали И Тогда Реакция На это Были В Лос-Анджелесе Мятежи Поджоги Тоже Грабежи Всякие И Было Принято Решение Так 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 Как Я Не Не Могли Справиться Сначала Полицейские Потом Национальная Гвардия Это Было Принято Решение Ввести Войска Естественно Не танки Самолеты А Просто Войска На Броне Транспортерах Это Которые Собственно И Погасили Этот Мятеж Привели К Тому Чтобы Все Успокоилось Люди Разобрались И Началась Нормальная Жизнь В Лос-Анджелесе Хотя Очень Много Было Всего Сгоревшего Разбитого Разрушенного И тому Пошло Все То же Самое Что Происходило Сейчас А Именно Сначала Негодование А За негодованием Бежали Люди Которые С мешками С молотками Разбивали Витрины Тащили Жгли Там После Этого И Просто Жгли Дома Ну Сейчас Это Все Значительно Были Организовано И Как Вы Знаете В Тридцати Городах Которых Управляют Демократы Но Тем Не Менее Модель Была Взята Оттуда Что Я Хочу Этим Сказать Что Президент Имеет Право Ввести Войска Для Усмирения Бунтов Поджогов И Прочее Но Он Обязан Пройти Определенные Ступени В том Как Он В Том Как Он Себе Ведет И До Того Как Он Войт Эти Войска Я Должен Сказать Что В среду Трамп Все Это Обозначил В своей Речи В разговоре Журналистами Сказал Что Это Позор Он Ввел То Что Происходит В этих Городах Позор Нация Он Сказал Он Сказал Что Когда У Людей В Опасности Их Имущество Их Жизнь Их Способ Существования То Какой Вообще Так Законности Справедливости Хорошей Жизни Исполнения Мечты Построения Будущего Можно Вообще Говорить Просто Завтра Их Могут Убить Ограбить Изнасиловать И Трамп Скал Что На следующей Неделе Велик Пятница То есть Прошло Два дня Со среды Он сказал Что На следующей Неделе Он Разрабатывает Сейчас Совместно С Министерством Юстиции ФБР И военными Те меры Которые Будут Приниматься И Он Предупредил Всех Губернаторов О том Что Они Вели Все Возможные Свои Ресурсы Для того Чтобы Доминировать На улицах И Если Этого Не получится И Все Будет Продолжаться То Он Как Третья Фаза Ответа Первая Как я уже Сказал Это Полиция Городская Вторая Национальная Гвардия Третья Это Армия Он Ведет Третью Фазу И Вот В Вашингтоне Так Это Не Штаты Это Округ Там Больше Права У федералов Есть Потому что У них Нет Национальной Гвардии То В среду Вот Он Вечером После Того Как Разгромили По Мемориал Связанный Второй Мировой Войной И Еще Несколько Памятников То есть Он Ввел Комендантский Час Не знаю Он Продолжается До сих пор Или нет Но По крайней мере В среду Четверг Он Существовал В Вашингтоне В округе Колумбия Так Что Я Думаю Что Мэром Надо Будет Очень Серьезно Подумать По Этому Поводу Если Вы Знаете Мэр Атланты Демократка Ответила На Открытие Школ Республиканским Губернатором Она Приказала Закрыть Все Школы Приказала Всем На улицах В домах У себя В машинах В туалетах Это От меня Уже Естественно Одевать Маски Без масок Никуда Не выходить Не показываться Окна Откроешь У тебя Должна быть Маска То есть Творятся Совершенно Фантастические Вещи Идет Подзуживание Идет Чем хуже Тем лучше Пусть будет хуже Народу Пусть будет Со всех сторон Плохо Пусть горят Пусть грабят Пусть дети Не ходят Школу Пусть родители Бесятся От этого Пусть бизнесы Останавливаются Пусть ему будет Плохо 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 Лишь бы Не дай бог Не переизбрали Трампа А я просто думаю Что все что они делают Приведет Копряма К противоположному Результату А как раз Трампа Изберут С огромным Преимуществом Замечательно Некоторые мои знакомые Образованные Юрист С высшим Экономическим Образованием В одной Дискуссии Как-то выразился Я уже об этом Говорил Что вот за тем Что происходит Вот эти вот Демонстрации Протесты За этим нет Никакой политики Это люди реально Требуют Чтобы произошли Какие-то изменения В полиции И так далее На что я ответил Да по-моему Все что происходит Сейчас Вот Все эти годы Все эти последние Три с половиной года По-моему Все исключительно Продиктовано Политическими Интересами Надо поразительно Не видеть Все что за Этими самыми Как по-русски На лошадь То что одевают Да вот эти шоры Шоры Когда налево Направо Так сказать Надо поразительно Не хотеть Смотреть налево И направо Чтобы сказать Вот то что Сережа Ты сейчас повторил Потому что Идут ограбления Идут поджоги Идут избиения На улицах Абсолютно Обнаглела Молодежь Определенного цвета Ребята Мы не замечали Уже много лет Не замечали Цвета людей Как бы это было Неприлично Про кого-то грешен Черный А кто-то там Зеленый А что-то еще Да Тоже нормально Когда ты рассказывал О человеке Ты не говорил Первым делом Он черный Он белый Или какой-то еще Они довели до того Что это стало Не то что главное Это стало Просто единственной Темой общения Черные лучше Черные хуже Черные избивают Белые там Не имеют право Сказать Что белые Жизни важны Или вообще Все жизни важны Человек поразительно Не видеть за всем Этим политику В то время Как Специально Делается все Явно совершенно То есть Явно Не без прикрытия Чтобы было хуже Для того Чтобы создать Ощущение У людей Что При трапе Все ужасно Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Я уже Три дня Не могу Слушать Наше радио Я не знаю Пошли Я не в те времена Включаю И в 6 часов вечера Включаю И утром Включаю И нет Ничего у меня Вы сейчас нас слышите? Да Конечно Прекрасно Замечательно У вас вопросов Нет больше? Вопросов? У меня вопрос один Как вы думаете Сколько наших Республиканцев В Америке Во всей Америке И сколько этих Как их назвать Не устоявшихся людей Которые не работают Которые на Белфари Которые идут на Райот Какое Какое Большинство Работающих И неработающих Значит Бывший Претендент Президента Ромни Когда-то Озвучил Эту цифру А потом Все время Извинялся За нее Проиграл Не потому Что он был Плохой А потому Что он Все время Извинялся А потому Что он Все время Стеснялся Потому Что он Много День Заработал И За что-то Еще Извинялся Только Белый Не извинял За все Остальные Извинялся Значит Он озвучил Цифру 47% Населения Получает Больше От Государства Чем Его Вносят Я Не знаю Как на сегодня Я думаю Что с Трампом Стало Значительно Меньше Во время Трех Споловиной Четырех Лет Управления Государством Трампом Но Сейчас Снова Я думаю Что мы вышли на эти же самые цифры Я не знаю Конкретной статистики По этим вопросам Но я помню Что лет 5 назад Была статистика Что 47 миллионов Человек Которые работают В частном секторе То есть люди Которые что-то Производят 47 миллионов Ну Которые Производят Которые платят налоги Которые обеспечивают Всех чиновников У нас есть еще пенсионеры У нас есть еще дети Так Очень сложно считать Если бы мы знали точно Сколько человек Находится в возрасте Между Скажем Там 18 И Там Сколько там 75 65 Сколько там Надо считать Тогда мы могли бы Каким-то образом Это оценить Это Для другого Выясняется Сколько у нас человек Есть для того Чтобы прокормить Всех остальных Ведь Социальные все законы Писались в Америке Считая Что Два человека Будут работать И кормить одного Который находится На социалке То ли на пенсии То ли на инвалидности То ли переходит От самой работы На другую Не может получить ее И тому подобное А на сегодняшний день С моей точки зрения Уже где-то один человек Который должен Не вместо два Кормить одного А сегодня Один человек Кормит три Четыре Может уже больше Человек И Накануне Вот Накануне Вот этого Пандемии Вот этой Атаки Биологической В стране Было занято 162 миллиона Человек 162 миллиона Человек Работали Пока Вот не началось Не началась Вот эта Атака И это вообще Рекордная цифра Это рекордная цифра Давайте примем Следующий звонок Добрый день Добрый день А как должен Поступить Трамп В том случае Если вот один Из штатов Руководимый Демократами Мэр И губернатор Сказали Что ни в коем случае Федералы у них Не появлялись Они никак Не согласны Что должен Делать Трамп Спасибо Ну вот смотрите Значит Это Это не Теоретический вопрос Потому что В Портленде Мэр города Туда Приехал Как бы Представитель Трампа И Осмотрел Так сказать Ситуацию Встретился с мэром И сказал Что Как президент Вам и говорил И я вот приехал Подтвердить Мы готовы Оказать вам помощь Мы готовы Помочь вам Установить порядок На улицах На что она Она Эта дама Черная Сказала Ему Что Значит Все что мне От вас Нужно Вы собрали Свои манатки Убирались бы Отсюда На все четыре Стороны А их можно Быстрее А если хотите Чем-то помочь Что привезите Людей После Нам закрасят Граффити На улицах Вот ситуация Дело в том Что Она сказала Из моего Города Ну Тогда Можно сказать Трамп Из моей Страны Если У Трампа Нет Законных Прав То он Не может Вводить войска А если У него Есть законные Права Я только что Прочел Текст Закона То есть Который В 1806 Году Был Нарисен Потом Много раз Переписывался Переделывался То есть Он Сегодня Работающий Для сегодняшнего Момента У Трампа Есть полная Законность Несмотря на то Что Мэр Может сказать Нет Мало ли Может она Часть того Что разрушает Нашу страну То есть Мы должны С ней Бороться И следующий Звонок Добрый день Пожалуйста В эфир Я получил Сообщение На телефон Что Завтра В субботу С часа С провокационными Целями Блейк Лайф Беттер Придет На Брайтон Бищ Именно С провокационными Целями Ну Послушаем Информацию Завтра Чем это Закончится А вы По русски Получили Информацию На каком языке Нет Она На двух языках На английском И на русском Там Есть Официальный Плакат С их Этим Кулаком То есть Это Вполне Официальная Такая На двух языках Спасибо большое Спасибо Я понял Давайте я пробую Ответить Мы не имеем Ни малейшего Понятия Кто вам по русски Эту информацию Сбросил И почему И вообще Почему ее распространяют Достаточно много Фейковой информации Я бы просто так Не поверил Я бы проверил Все-таки Какие-то местные Те средства Массовой информации В Нью-Йорке На Брайтоне Которые вы верите Либо позвоните Какой-нибудь Выборной должности Я уверен Что есть какие-то Представители Русскоязычного Землячества Которые больше В курсе Просто потому что У них есть Связи определенные Уже если это Распространяется Полиция знает Если полиция знает Значит Будут знать Те кого называют Лидером Общины Так что Я бы не стал Просто так Верить этому И все Ну вот Насколько я знаю В Нью-Йорке Там В Бруклине В Милбейсен Планировали провести Акцию в поддержку Полиции В воскресенье Но ее отменили Как раз По причине того Что Black Lives Matter Намерены прийти И провести Так сказать Контр Такую провокационную Контрдемонстрацию Ибо избежание Столкновения Организаторы Этого мероприятия Этого шествия В поддержку полиции Решили отменить И перенести На другое время Вот это очень жаль Потому что Это создает Прецедент Того что Один звонок Любого человека Который говорит Я Черные жизни важны Я Запрещаю Вести Эту демонстрацию Потому что Иначе Я приведу Своих людей И мы вас всех Изметели Мы дадим вам знать Значит Сразу же Это как В университетах Перестали приглашать Консервативных Лекторов Потому что Из-за этого Вот те же самые Тифы Black Lives Matter И прочее И прочее Прибегали Увстраивали скандалы Били стекла Поджигали машины Поджигали дома Кричали И тому подобное Они сделали Три-четыре раза И все И перестали приглашать Все Кондиции Введены Больше Все перепугались И нету Больше Никакой Соответственно Свободы У нас Следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире По всей стране Происходят грабежи Разбой И это не просто Местные Это уже по всей стране И поскольку Это по всей стране То это Ответственность Федеральных властей Президента Федеральных власти Федеральных властей Значит Есть существенные Доказательства Нарушения Закона Со стороны Байдена Силари Клинтон Команды Обамы И нарушители Закона Свободно Продолжают Свою деятельность Политическую Общественную И не призываются К ответу Если бы Три года назад Трамп Как обещал На последних Дебатах С Юлией Клинтон Силари Кор Если бы он Ее осудил Если бы Ее посадили В тюрьму То не было бы Не было бы Стро Этого Документа Не было бы Бюлера Не было бы Импичмента И не было бы Сегодняшних Грабежей По всей стране Я слушаю вас Спасибо большое Вы знаете Оба вопроса Они одинаковые Одинаковые Вот в чем Вы говорите Что у вас Есть доказательства Чего-то А Доказательства У вас нет У вас есть Некие Я не к тому Что вы Плохой Доказательства У вас нет Потому что Единственное Что у вас Есть Это слова Дикторов Или представителей Скажем Республиканской Партии О том Что Вот этот Человек Вот в этом Виноват У нас Так не работает Правосудие У нас Правосудие Работает Другим Совершенным Образом Надо Надо Пойти В суд Надо Доказать К сожалению Даже Мафию Которая Взрывала Убивала И прочее Не всегда Можно было Засудить И самого Одного Из самых Страшных Мафионеров Чикагского Посадили Не за Убийство А посадили За Такс Фрон То есть Обман При Налоговый Обман Ничего Другого Сделать Не могли Так вот Точно Да А президент У нас Просто Чтобы было Понятно Он не император Не царь Не тиран Не бог И он Не может Самолично Сажать Кого-то В тюрьму Или приказать И посадить Значит Почему Это не сделано Я не знаю Либо у нас Все равно Двойное Правосудие Оно перестало Быть слепым То есть Раньше Все ли мы говорили Что у правосудия Завязаны глаза Она только слушает И не смотрит Кто перед ней Сейчас мы точно знаем Кто очень хорошо слушает Кто перед ней А сейчас мы точно Знаем Что Клинтоны Коми И прочее Совершенно не под тем Хоят Не под теми Законами Как Мы с вами Мы знаем Что Конгресс И Сенат Не подчиняются Тем же законам Которым подчиняемся Мы Они сами Эти законы Пишут И выписывают Себя Достаточно Часто Как Люди Которые Не обязаны Подчиняться Этим Законам К сожалению Вот То что Начиналось Как замечательная Совершенно Народная Демократия 230-260 Лет Тому назад Переродилось С помощью Чиновников И Политиков Которые Уговаривали Что давайте Вот это Поменяем И давайте Вот это Поменяем Это же будет Легче И лучше Нет Мы не хотим Легче Мы хотим Чтобы им труднее Было И труднее Было бы добиваться Своих целей К сожалению То что мы Живем сейчас Это уже давно Несвободный рынок И несвобода В прямом смысле Этого слова Мы живем В полусоциалистическом Обществе Где огромное Количество Вещей Происходит Так Как Удобно И выгодно Правящему Классу Который Сложился В Америке И который Трамп Пытался Разрушить Кстати Берди Сандер Тоже пытался Это сделать За это Они его точно Так же Виновинят Дважды Уже Обманывали Один раз Просто Украли 5 миллионов Голосов Из компьютера Переписали В колонку Кивари Во время выборов И т.д. Я сейчас Не за то что Идеи Которые Мне нравятся Просто Говорю Что Одновременно Возникли Два Человек Которые Пытались Разрушить Сегодняшний Класс Берди Для того Чтобы Построить Еще Худшее Общество А Трамп Для того Чтобы Очиститься От этой Скверты Которые Он Называл Болотом Вот Господа Очень Сложно Почти Невозможно Победить Бюрократию Ты никогда Не знаешь Кто За тебя Кто Против Тебя Они Смотрят В глаза Клянутся Ничего Не делают Или делают Прямо Противоположные Вещи Либо Сообщают В прессу Что-то Что тебя Будет Компрометировать Отмыться От этого Невозможно Потому что Не можешь Открыть Все Что ты Сказал А они Сообщили Часть Особенно Когда Пресса Вместе С ними Вот Акоста Что он Делал Я не хочу Вводить Войска Так Например Значит Что Пишет Что делает Акоста Он в твите Пишет Президент Только что Сказал Хочу Вводить Войска Потом Через два Часа Он пишет Ой Кралась Ошибка Я забыл Славить Я Не Значит Первый Твит Разошелся На 2 миллиона Чек Второй Твит Увидело 700 человек Это Точная цифра Дает Того Что позавчера Произошло Поэтому Мы имеем Сейчас Дело С борьбой И бюрократии И всеми теми Кто замешан Замазан В этом болоте Да еще И доведенные До Коления Красного Зеленого Белого Не знаю Какого Ненависти Конкретному Человеку К Трампу Который Им удалось Создать И во всем Этом Им Они считают Что Даже если Делают Подлости Дальше Они обманывают Но цель Их Выгнать Трампа Оправдывает Любые Средства Включая Убийство Граждан Ограбление Ухудшение Нашей жизни И тому Подобное С болотом Очень сложно Бороться Мы не знаем Судьи Судят Правильно Или нет Мы не знаем Прокуроры Дают правильную Информацию И правильно Ведут дела Или нет Безумно Сложно Вот в Грузии Малюсенькой Грузии Заняло 5 лет Драконовских Мер Саакашвили Драконовских Которые здесь Никто бы не смог Сделать Потому что там Что называется Закон был Не писан Чтобы привести В Грузию В нормальное Так сказать Состояние И то потом Они сбросили Саакашвили И вернули Обратно Воров в законе И все Кошмары Тягамотин Которые Которые Их происходило До того Так что Господа Трамп 2020 Обязательно Потому что Я еще не уверен Что он справится За следующие Четыре года Но сейчас Точно надо Чтобы Конгресс И Сенат И Трамп Были Республиканские Пожалуйста В эфире Здравствуйте У меня вопрос К Леону Пожалуйста У меня вопрос К Леону Такого рода Вчера я слушала Факс Бизнес Ньюс И там был разговор Между Джорданом И Ваедабом Насчет Доклада Дюрема И Джордан Сказал Что скорее всего Он не выйдет И то же самое Подтвердил Даб Вот Я хочу Чтобы Леон Испугался Дюрем Его Запугали Я бы хотела Чтобы Леон Осветил Эту тему Спасибо Я слышал Это тоже Два дня Того назад Повергло Меня В Состояние Шока Неверия И И Изумления И Я не знаю Как это Комментировать И Дэвин Ньюнос Тоже Выразил Сомнения По поводу Того Особенно В случае Он В общем Он сказал Что в случае Если Трампа Не переизберут То Скорее Скорее Это все Будет Похоронено И Не До суда Ни до чего Дело Не дойдет Я не знаю Или они На них Оказывается На дюрам На бар Оказывается Давление С тем Чтобы Результаты Какие Были До Выборов Как Это Сработает Я не Знаю Но Некие Сомнения И Меня Начали Тоже Одолевать Добрый День Пожалуйста Вы В эфире Здравствуйте Уважаемый Леон У нас Несколько Дней Назад Выступал Алексей Орлов В общем Ввел Нас Такой Большой Пессимизм Что Мы Начали Рассуждать Куда Бежать В случае Установления В Америке И Вот Потом Как-то Возникло Мнение Ну Куда Израиль Россия Украина Украина Россия Это Страшная Коррупция В Израиле Как бы Иврит Уже Не Осилишь А Вот Возникло Как-то Мнение Грузия Вот Как Вы Считаете Может Быть Грузия Запасным Аэродромом Ну Вы Знаете Бежать Значит Мы Говорим С вами Во-первых Я бы Подождал Немножко Хорошо Там Как минимум До выборов Ну А там Боже Думал Смотрел А Второе Это Есть Я понимаю Что Ишес Распространяется Распространяется На Всю Америку Но все Так Есть Штаты Скажем Более Республиканские В которые Будут Будут Держать Как бы Оборону Более Не Менее Да Есть Штаты Там Вот Как Ваши Или Как Мой Который Я живу Калифорния Разнузданные Совершенно Где Просто Мафия Гуляет Под названием Демократическая Партия Ну Грузия Совершенно Замечательная Страна Я Просто Думаю Что Если В Америке Действительно Начнется Эпоха Развитого Социализма То Россия Тут же Аннексирует Грузию Будет ли Это Дефакто Завоевание Или просто Присоединение В союз И Грузия Перестанет Быть Независимой Страной То же Самое Думаю Произойдет С Украиной То же Самое Произойдет Как минимум С Латвией Может Совсем Прибалтикой Я не думаю Но с Латвией Произойдет Я думаю Там Молдова И тому Подобное Китай Хватает Казахстан И что-то Еще И расширится Там Какие-то Еще Стороны Типа Не только Дефакто Но Де Юра В сторону Сибири Так что Если мы Здесь Погрезаем Если мы Перестаем Быть Великой Всемирной Державой Которую В общем Все боятся И поэтому Действуют С оглядкой Если Не нужно Будет Оглядываться То я думаю Много мест Не останется В которые Можно будет Бежать Ну Австралия Например Вот Кроме того Чтобы закончить Этот вопрос Ну Вот у меня Четверо Внуков И куда Я побегу От них Так что Для меня Лично Этот вопрос Закрыт Ну Во всяком Случа Да Никуда Мы бежать Не собираемся И потом Я уже Говорил Что Коммунистическая Идея Которая Сейчас Пропитана Лидой Демократической Партии Это Вирус И он Никуда Не денется И нам Предстоит С этим Жить Мы будем С ним Бороться На Каких То В какой-то Отрезок Времени Побеждать Какой-то Проигрывать Это Такая Борьба Которая Идет Всегда Два Два Мировоззрения Одно Совершенно Утопическое Такое Другое Реальное Рациональное И они Всегда Между собой Борются Потому Что Ну Вот так Так мир Устроен Так Мозги Работают У людей По-разному Мировосприятие Разное Поэтому Бежать Никуда Не надо Руки Опускать Не надо А надо Сделать Все Чтобы Эта страна Оставалась Тем Чем она Является Для нас И для Всего мира Да Да Согласен И следующий Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Да Пожалуйста У меня Вопрос С такого Характера Трамп Как-то Заикнулся О том Чтобы Куда-то Вводить Войска И тут же Министр Обороны Высказался Что он Категорически Против И вообще Каждый раз Когда касается Министр обороны Мне кажется Ой-ой-ой Не тот Этот человек Ну Там Там Не совсем Так Все было Вот Как Потом Начали Рассказывать Трамп Скал Он Вьет Войска У Министра Обороны Стали Выяснять Есть ли Какие-то Планы Он Скал Что Ни Оких Планах По Этому Поводу Нету Так Что Это Не то Что Он Выступил Против Президента Это пресса Пыталась Преподнести Таким образом Действительно Планов Таких Не было У президента Я только что Прочел Этот указ Есть Право Если Министр Или там Кто угодно В армии Скажет Я там Не буду Что Уволят И Назнач Другого Человека Так Что Если Незаконно Тогда Офицеры Если Что-то Незаконно То Офицеры Американской Армии Обязаны Отказаться И исполнять Приказ Но так Это Законно То Я не думаю Что Кто-то Что-то Начнет Противодействовать Добрый день Пожалуйста Ваш вопрос Да Добрый день Добрый день Могли Задать Вопрос Конечно Говорите Вы В эфире Я Вот Вы Сказали Сейчас Что Нужно Сопротивляться То есть Такое Ощущение Впечатление Что Вообще Никакого Сопротивления Нет То есть Вот Идет Как бы Военно-информационная И полное Поражение Леваки Тут захватили Все И никакого Нету То есть Абсолютно Противодействия Нет Никакого И Вопрос В том Что Видите ли вы Вот это Вот где-то Противодействие Можете ли вы О нем Сказать И Вам Такое Вообще-то Вот Американцы Сидят Поникшие Как бы Все Виноваты От Рабства А Русскоязычные Совершенно Вменяемые Адекватные Тексты Хорошие Читаю Я на интернете Слушаю Вот и у вас Но Кто-то Вот Было письмо 150 Деятелей Которые Почему же Не может Нельзя Реализовать Такое же Противодействие Чтобы оно Прозвучало Есть же Наверное Достаточно Таких Знаменитых Значимых Для этого Нужны люди Конечно С именем Наверняка Есть Консервативные Полно Консервативных Сайтов Я смотрел Там Штук 20 Уже Я вижу Но Ничего Нет Совершенно Против А может Быть Русскоязычные Должны Такие же Американцы Организовать Создать Противодействие Организовать Всех Людей Ведь письмо Появилось Наверняка 150 Что Один Почему Не Создать Письмо Где Указать Что Эти Сейчас Левые Грозят Пальчиком Этим Бандитам И они Сами Создали Этих Бандитов Ну то есть Вопрос Что Совершенно Нет Кто Это Может Создать Это Противодействие Ну Сережа Это К тебе Ну Во-первых Действительно Противодействие Есть Есть Русскоговорящие Есть Американцы Которые Выходят Не так Конечно Как Леворадикальные Отревья Хорошо Профинансированное Миллиардерами Устраивает Погромы Нет Это люди Которые Добровольно Которых Болит Душа За то Что Происходит В стране Выходят На Митинги На Демонстрации Протеста Это Проходит В Нью-Йорке Это Было У нас Здесь В нашем Баффало Гроф Не такие Многочисленные Не такие Радикальные Не такие Агрессивные Как Это Молодежь Обдолбанная Обкуренная Напичканная Идеями Марксизма Поэтому Что касается Выступлений Ну Во-первых Ни для кого Не секрет Что средства Массовой информации Наверное На 99% Исповедуют Идеологию Марксизма Или Левую идеологию Является Отделом Пропаганды Демократической Партии Соединенных Штатов Единственный Канал Фокс На который Приглашают И то не везде И не во все Передачи Некоторые Ведущие Которые Приглашают Там Виктора Хэнсона Других Соула Которые Дают Оценку Тому Что происходит Ну И кстати Сказать Сам канал Становится Тоже Таким И это Объяснимо Потому что Теперь канал Владеет Этим Каналом Сын Мордока Руперта Мордока Младший Мордок Которые Там Байдену На избирательную Кампанию Как выяснилось Дали Более 100 миллионов Долларов То есть Можно Можно понять И Настроение Канала Есть Остались Там Как минимум Три Человека Это Карлсон Такер Это Шон Хэннити Это Лора Ингрэм Которые По-прежнему Так сказать Придерживаются Своих Взглядов И Не скрывая О них Говорят Все остальное Если вы смотрите Этот канал Днем Там тоже Получается Одна и та же Пропаганда По поводу Ковид По поводу Какого-то Сумасшедшего Роста Этой Пандемии В канун Съезда Проведения Съездов И так далее Ну Если вы хотите Поучаствовать Есть какие-то Организации Неправительственные Есть люди Которые пытаются Организовать Вы можете Поучаствовать Организовать Вот такие Демонстрации Выступления Так что Вот так А молодежь Которой Нечего делать Причем Активисты Которые Руководят Всем этим Это хорошо Оплачиваемые Люди То есть 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 такие Организаторы Которые получают За эту работу Деньги А иногда И участники Этих шабашей Получают Деньги В зависимости От того Насколько Активно Там почасовая Оплата Есть Поэтому Это выглядит Так громко И так Мерзко Что касается Людей Которые могли Б этому Противостоять Это люди Которые В основном Работают Так называемое Молчаливое Большинство Некоторые Молчат Потому что Боя Последняя Вообще Это удивительная Ситуация Когда В стране В свободной Стране Маяке Свободы Вдруг Стало Невозможным Во времена Обамы АРС Налоговая Служба Начала Гнобить Консервативные Неправительственные Организации Просто Натурально Гнобить Следующим Шагом Было Спецслужбы Устроили Заговор Против Кандидатов Президенты Вот Расследование Которое Сейчас Проходит Как раз Этому Посвящено Что Будет Дальше Людей Выгоняют С работы Людям Запрещают Говорить А дальше Что Лагеря Ну то есть По логике Вещей Как то Так Да Конечно Лагеря Ну Да Любая Любая Такая Социалистическая Идея Такая Революция Заканчивается Кровью Или Лагерями Исправительные Лагеря Конечно Перевоспитывать Потому что Ну вот В городах Уже там В муниципалитетах Есть инструкции Обучение Избавляться От От Своей Белости Вот Новую Тему Они Нашли То есть Они Теперь Ставку Марксисты Теперь Ставку Делают Не На Рабочий Класс Потому что Рабочий Класс Понял Что Их Много Лет Водили За нос А Теперь Они Ставку Делают На Меньшинства Рассовые И Разжигают Этот пожар Если Ты Если Ты Так Сать Не Посыпаешь Голову Пеплом Если Ты Говоришь Что Только Жизнь Черных Важна Если Ты Не Становишься На Колени Не Целуешь Грязные Башмаки То Ты Расист И Тебя Нужно Сейчас Тебя Нужно Изолировать Изгнать С работы И так Далее А Следующим Шагом Очевидно Будут Лагеря Не дай Бог Если Придут Власти Этот Полоумный Вернее Выживший Из ума Вице-президент Который Пообещал В первые 100 дней Решить Рассовую Проблему 8 лет В администрации Будучи Вице-президентом Ему Не хватило А здесь Он Обещает Им За 100 Дней Решить Проблему А как же Они Собираются Решать Эту Проблему Чак Шумер Вот Сказал Чтобы Решить Эту Проблему Нужно 250 Миллиардов Долларов Дать Вот Инвестировать Послушайте Мы в эти Комьюнити Эта программа Борьбы С бедностью Начиная Там 65 По моему Года Стоила Американским Налогом Плательщикам Более 20 Триллионов Долларов 22 Триллиона Долларов А сейчас Они решили Вот еще 200 Ну 250 Миллиардов Долларов Как раз В руку К выборам Раздербанят Выборную Компанию Проведут Корпорации Которые Донейшн Делают Якобы Вот В дело Борьбы За Против Расовой Дискриминации Как выясняется Собрали уже Почти под 2 миллиарда Долларов Денег И Значительная Часть Этих Денег Пошла На Избирательную Компанию Демократов Это Это Единственная Цель И задача Которую Они Перед Собой Поставили Используя Любые Средства Расовые Противоречия Надуманные Ненадуманные Лишь бы Изгнать Из Белого Дома Этого Президента Все Что происходит Сейчас Причем Начиная От Пандемии И Заканчивая Вот этими Погромами Этими Маршами Это Все Делается С одной Единственной Целью Не допустить Второго Срока Президента Трампа Все Для меня Тут Никаких Дилемм Нет Никаких Сомнений Не знаю Может быть Вы думаете По другому У нас Есть звонки Если не Узражаете Да Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Сергей Вот Вы Абсолютно Правильно Сказали В отношении Забегая Далеко Назад Вернее Это Началось Все С Кагенции Обамы Началось С его Слов Когда Какой-то Преступник Нарушитель Убили Какого-то Криминального Типа И он Сказал Это мог Быть Мой Сын Все Эти Мелкие Рищи Будоражили Черное Население Это Это Было Уже Давно За Эти 8 Лес Мы Получили То Что Мы Получили Но Дело Не В этом Во-первых Трамп Не Такой Простой Простачок Как Мы Его Видим И Я Думаю Администрация Его Администрация Должна Выиграть Эти Выборы И У Него Собственно Последний Срок Терять Ему Нечего И Я Думаю Он Серьезно Серьезно Займется Всей Этой Бандой И Этим Болотом Который Он Сразу Когда Пришел Своей Коденцией Сказал Что Это Болото Нужно Разогнать Ну Не Получилось Но Я Думаю Он Все Доведет Дело До Конца Это Мое Мнение Спасибо Спасибо И Еще Один Звонок Постараемся Принять Если Коротко Пожалуйста В эфире Коротко Я Хотела Сказать Что Вот Это Все Подготавливалось Газание Уважаемый Сергей Я Хотела Обратить Ваше Внимание На То Что Вы Помните Витя Вот Эти Права Извращенцев Начали Строиться Институт И Права Я Вчера Смотрела Айдеха Найдите Пожалуйста На Ютубе Нос Айдеха И Там У них Очень Идет Борьба Вот Именно О чем Мы Говорим Вам Надо С С ними Объединиться Людей Не пускали В департамент Здоровья То есть Пришла Большая Группа Без масок Стоял Человек И они Взрослые Серьезные Американцы То что Вот Мы Хотим Мы Такие Они Ему Говорили Что Мы Принципиально Не Оденем Маски Мы Пришли Сюда Поговорить Это Не Ваше Здание Это Здание Публичное То что Мы Болимся Второе Конечно Быть Сильной Станой Уважаемый Леон С печатным Станком Это Знаете Ну Вы сами Знаете Кто Может И дальше Мы Не Можем Выстроить Протестное Движение Потому Что Их Протестное Движение Строилось Годами Они Вот Это Все Они Высматривали Высчитывали Какая Человеческая Масса Может Их Поддержать Они Устраивали Вот Эти Фуд Стемпы Здоровые Люди Приходили Я Абсолютно Не предлагая Работы Они Сидели Годами Не работая Дальше Третье Сегодня Я с БЛМ Разговаривала С крутым Человеком Видно Что У него Бриллиантовые Здоровые Такие Культурные Цепи От него Хорошо Пахнет И он Задал Вопрос Мне Первый Вы из Украины У вас акцент Ну В магазине Я говорю Нет Я из России И завязался Разговор Короткий Вы знаете Что Он мне Сказал Я увидела Что В нашем Разворачивается Среди Вот этих Настоящих Я к сожалению Я к сожалению Должен вас прервать Потому что У нас просто Не осталось Времени А вы Можете В следующий раз В следующей программе Обратиться К Леону И Сказать Все Все то О чем Вы думаете Леон Вам огромное Спасибо Как всегда Очень интересно И до встречи В следующий раз